Французский автопром возвращается в сегмент бизнес седанов. Похоже, что мы с вами смотрим на будущий автомобиль президента Франции. Только это не традиционный Citroёn, а машина самостоятельного теперь премиум бренда DS. Но технически DS9 это ближайший родственник удлиненного для Китая седана Peugeot 508L. Поэтому и выпускать машину для Европы и других рынков будут в Шэньчжэне, на совместном заводе ПСА и китайской компании Чанянь. DS9 основан на переднеприводной платформе EMP2, на которой уже построено множество Peugeot, Citroёнов и Opel. Впрочем, полноприводные версии всё же запланированы, но все они подключаемые гибриды. Один электромотор встроен в коробку передач, а другой вращает задние колёса. Все модификации построены вокруг бензиновой 200-сильной турбочетвёрки, а совокупная отдача и пробег на электротяге известны только для младшей версии, мощностью 225 лошадиных сил. Впрочем, в базовой версии DS9 будет без гибридного довеска. Тут в паре с бензиновым мотором полагается 8-ми диапазонный автомат i-SIM. Подвеска пружинная, но адаптивная. Камеры и датчики сканируют дорогу перед машиной, и каждый из амортизаторов отрабатывает неровности по своему уникальному сценарию. Салон девятки повторяет кроссовер DS7 Crossback. Здесь такой же 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, 7-дюймовая приборная панель и стильный хронометр над кнопкой Start-Stop. В отделке использована только дорогая кожа и Alcantara. Озвучивают пространство 14 динамиков аудиосистемы Focal Electro. В Китае продажи стартуют во второй половине 2020 года, а в Европе лишь немногим позже.